Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет! Кто будет смотреть эту запись? Если её кто-то вообще-то вообще будет смотреть. Но хорошие новости, потому что ко мне приехал стик. Аркадный стик Хаябуса Хори версия 4, как я понимаю. Ой, сейчас я вам его, собственно, покажу. Вот такая вот коробочка. Я хвалюсь, хвалюсь, но вдруг кому-то интересно. На самом деле коробка жутко лёгкая. С тем же Маткетс Торнамент Эдишн была гораздо габаритней, гораздо тяжелее. Я её нёс в двух руках. Вот. Ну, я задрот. Большой тяжести таскать не могу в одной. Вот. А эту спокойно, как за ручку взял и понёс. Собственно, вот такая вот коробочка. Всё на японском. Всё так круто. Вот. Присылали очень быстро. Заказал на ebay. 9 косарей обошлась. Не такая покупка. И 9 тысяч рублей. Не знаю, сколько это в долларах. Я считал. 215, по-моему. Или 220. Во. 220 долларов. Доставили очень быстро. Заказал 21, по-моему. Присылали буквально вот за неделю. То есть, 27-го числа уже она у меня вот в руках. Прям пришла бы вчера, если бы указали этот номер телефона. Потому что приехал курьер. У нас домофон не работает. Курьер приехал, позвонил. Никого нет. Приклеил на дверь оповещение о том, что вам... Прям на входную дверь. О том, что такой-то, такой-то приехал. Забирайте. И вот буквально вчера мне сообщают о том, что моя посадка пришла. И пришлось мне ехать. Если вы живёте в Нижнем Новгороде. Ребята. Ребята. Лучше пишите. Пишите номер телефона. Почему-то мне номер телефона не написали при доставке. И... Ну, курьер не застал нас дома. Пришлось забирать самому. А самому это в другой край города. Ой. Я сегодня наездился, накатался. Ммм. Прекрасно просто. С 10 на другой край города кататься. Собственно, ну, на самом деле коробка почти пустая. Тут ничего нет, кроме самого стика. Вот так вот углей стик. Коробку не помяли. Там была в другой коробке. Коробка в коробке. В которой другая коробка. Вот. И... Просто достаем... Ой, извините. Доставим сразу стик. Коробку мы выбрасываем. Так как... Так как... Просто не нужна. Я сомневаюсь, что возвращать мы его будем. Хотя коробка очень удобная для переноски. То есть перенести куда-нибудь стик. Собственно, вот так он был упакован. Не знаю, зачем. Может быть, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на нем. Когда его будут раскрывать на таможне. Ну, а что? Для собаки, чтобы проверить, есть ли там кокаин. Особо ничего не нужно. Ей просто нужно понюхать. Так, не слушайте аналитику от Адвана. И достаем непосредственно этот стик. Стик нужен только... Нужен только для подключения. Подключения и игре на PlayStation 4 и 3. Вот такой вот стик. Что сразу хочется отметить. Достаточно легкий. Во-первых, достаточно легкий. И малогабаритный по сравнению с Торнаментом. Торнамент Эдишн. От NetCats я его сейчас тоже покажу. Очень мягкое. Опять же, по сравнению с этим. Все сравнения будут относиться к Торнамент Эдишн. Очень мягкая палка. То есть, прям чувствую, очень она отзывчивая. Кнопки пока что ничего сказать не могу. Ну, вроде они пожестче. Опять же, все вот эти вот кнопочки на верхней панели я не понимаю, зачем они нужны. Для меня еще предстоит мне разбираться, что и как. И вот тут вот есть для тех, кто вдруг спросит, работает ли он с PS3. Да, работает. Вот тут есть такая переключалка, вот. Провод. Который меняет с PS3 на PS4. Провод. Давайте посмотрим. Провод. Вот провод. Удобная такая, достаточно удобная крышечка. На моем Торнаменте эта крышечка сломалась. Надеюсь, с этим стиком будет по-другому все. Я вообще в это верю. Так вот она удобно закрывается. И сразу хочу отметить, на Торнаменте крышка крепилась так, что если вы задеваете провод рукой, ногой, коленкой, собака прыгнет или кошка, то провод мог ломать. Ломать эту крышку, отламывать там ее. С этим стиком такого вряд ли будет, потому что он очень удобно крепится. Ну, как сказать, очень удобно расположена вот эта вот дырка под провод, чтобы предотвратить вот такие вот казусы с ломанием крышки. Вот, кстати, есть для стола вот такие вот, как бы это сказать, ну, держалки. Они, кстати, вот так вот держать стик очень удобно. Не знаю, смогу ли я его поставить. Да, у меня, кстати, очень удобно встает в... Можно пазы, ручек, но ладно, не будем мучиться. Стик легкий. Давайте сразу попробуем их как-нибудь тут разместить, так, чтобы вы понимали, что такое Торнамент Edition, что такое Хори Хаебуса. Именно так называется стик. Вот, собственно, Торнамент Edition. Кстати, одной рукой его держать довольно-таки тяжело. Вот у нас Хаебуса. Так, главное, чтобы он не упал, а то мы его разобьем раньше времени. Не успеем начать играть, а уже, уже разломаем все к чертям. Вот так вот выглядит в сравнении эти два стика. Вы можете увидеть то, что уже стики... Блин, моя камера. Оператор. Оператор, что ты делаешь? Стики отличаются габаритами Хаебуса, отличаются тем, что она... Так, скажем, потолще. Потолще вширь. В длину, опять же, Торнамент Edition потолще вширь. Не скажу, что это удобно или хорошо, но то, что Торнамент Edition, он... Вот камеру я ближе сделать не могу. Торнамент Edition, он в первую очередь легче... Тяжелее, в разы тяжелее, чем Хаебус. Хаебусу я могу поднять вот так вот в руках, держать и не напрягаться достаточно. То с Торнамент Edition в одной руке его не поддержишь. То есть подмышку взять и унести тяжело. Так. Что еще можно сказать? Он габаритнее, опять же, подмышкой его не... Скажу, ну... Не возьмешь. Неудобно будет, хотя на самом деле без разницы. Сравнивать пока что... Опять же, там... Суть Торнамент Edition в том, что он под Xbox. Насчет PC я пока не проверял. Все проверки, остальные, все, что касается непосредственно игры. Возможно, какого-нибудь дела. Я хотя бы вряд ли его почувствую. Я же, ну... А, еще. Давайте еще отмечу. Дно у него железное. Есть для стола... Для стола резинки. Корпус пластмассовый. Вот это, наверное, это все, что... Вот самое, что меня напрягает, это кнопка опции. Опции, которая вот здесь вот. И в нее можно очень часто тыкать случайно во время мыши. Например, если вы вдруг... Очень любите мышить мизинцем фокус-атаки, как я. Клац-клац. Руки из жопы. Я не могу, как все нормальные люди, прожимать. То есть большие шансы задеть кнопку опции. А это очень плохо. Так что... Не знаю, что я буду с ней делать. Выключать. Выключать ее, выкидывать. Или можно куда-нибудь ее деть в другое место. Просверлив, если руки не из жопы. Дырка где-нибудь сбоку. И опять, как стандартно, на маткэзе. Ну, что отмечу в первую очередь. Ну, расстановка. Расстановка кнопок стандартная, как и на всех стиках. Не салкалибурские. Я знаю, что есть несколько расстановок кнопок. То есть есть такой дугой. Вот. А есть вот как, собственно, у маткэзе. У маткэзе и у торнамента, если вы можете заметить, то, что первая кнопка расположена чуть ниже, остальные в ряд. Вот. Все. На этом, я думаю, больше и нечего говорить. Все остальное вы услышите у меня на стриме, который сегодня, опять же, да и каждый день, по будням, в 19.00, по файтингам, по всем файтингам. Сегодня демо-версия, как раз опробуем, стик на PS4, демо-версия, как там эту игру зовут, Goldygear Xzert. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok